Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Conan Exiles, и сегодня у нас будет первая чистка на нашей новой базе. Надеюсь, она пройдет гладко и благополучно. Вот, мы, может быть, завербуем каких-нибудь рабов с этой чистки, будет тоже хорошо. Надеюсь, что люди придут тут. Большинство вариантов, которые у нас есть, это точно люди. Все или не все, не знаю, но большинство, да, должны быть только люди. Вот, ну посмотрим, когда дождемся, тут еще чуть-чуть у нас время есть, и надеюсь, я не пропущу сообщение о начале чистки, мы сразу поймем, кто придет к нам, да, и можно будет перевооружить наших бойцов дубинами, если что. У нас есть там дубин 6 где-то, и посмотрим, короче. Вот, я немного укрепил стены, чуть-чуть, да, много пока ресурсов у нас нет еще здесь на новом месте, но в целом, как минимум, два уровня, которые страдать будут в первую очередь у нас из самого прочного материала. Вот, и немного частокола тоже есть, надеюсь, на ту сторону не пойдут. Ну, давайте на всякий случай поставим, а то мало ли что, поставим хотя бы немного. Еще древесина, как она там называется, это тесаная или как там крафтится, может быть, еще сделать успеем немного кольев. И потом уже, когда будет понятно, с какой стороны будут идти противники, мы потом не сможем поставить. Черт, у нас же потом строительство недоступно. Хотя это вроде не строительство, наверное, строительством считается все равно. Короче, тут у меня дегтярник. Один из лианов, не самый хороший, 16 уровня. Этот капитан Йошуа, лучник, лиан хороший, со мной один. Вот, с другой стороны, немного животных, да. С другой стороны, два лиана 12 уровня, если я не ошибаюсь, один 20. И все. Когда будет понятно, с какой стороны будут нападать, будем передвигать этих лианов. Животных, наверное, не буду трогать. Вот, а лианов мы передвинем на всякий случай, чтобы все были у нас с одной стороны. А может быть такое, что волны будут с разных сторон идти? О, кстати. Об этом я не подумал. Панцирника нашего мы, наверное, трогать не будем. Он у нас... Кстати, это маленький панцирник. Да, просто из-за того, что у него вот этот воин-универсал прокнул, я его решил оставить. Надо будет, может, его тоже подкачать. Ну, ради приличия просто. Вот. Вне записи немного. Я еще древесины пособирал. Перестроил верстак на более быстрый. Потому что сейчас хочется как можно больше древесины вот этой вот тесаной сделать для дополнительного частокола. Да? Вот так. Что-то пробел нажимал. Два раза ничего не сработало. Странно. Вот. И... Поэтому, короче, быстрый поставил. Но разница в рецепте между быстрым и экономным на 50%. Это прям очень сильно. И как только у нас, ну, закончится чистка, да, можно будет этот снести и поставить экономный и делать все-таки из пяти дерева одну тесаную древесинку. Это намного выгоднее получается. Ну, и нам срочно прям так не нужно будет, как сейчас. Но вот эти скоростные, они, конечно, да, тратят ресурсы. Ладно. У нас там мишки, малыши ждут, не дождутся, чтобы мы их начали выращивать. Остальных животных, я по... Они, да, повырастали. К сожалению, ничего интересного не прокнуло. Там у нас носороги, по-моему, еще росли. И простые, скучные носороги. Вот. Но четыре медвежонка у нас есть. И мы смотрели в прошлой серии, что больше всего шанса на лучшего медведя при выращивании идет от меда, да. Там, конечно, есть еще этот рецепт с медом, с вот этим, как он называется, тенецветом. Но мы, наверное, делать не будем. Там на 5% всего лишь разница. Я думаю, проще просто набрать еще медведей, да, и закинуть их. Просто количеством брать. Вот. А если процентов было больше от корма, тогда, да, может быть. А так, что-то мне не очень нравится идея с кормом пока что. Ну, учитывая то, как тенецвет у нас редко падает. Его, по-моему, где-то собирать можно, но я пока еще не нашел где, а смотреть пока не хочется. Ну, в общем, мы не об этом. Давайте мы... Да, я перекачал, кстати, сейчас билд в одиночного спутника, чтобы у нас максимальные бонусы были у одного бойца, который будет с нами лазить во время чистки. Надеюсь, что хотя бы он выживет, да. Уже будет хорошо. Вот. И давайте откроем... Давайте откроем сейчас изготовление... Во, пчеловода откроем. Для этого нам надо вот это дело открыть. Сразу может быть искусного пчеловода. А, кстати, нет ли у нас путешествия пчеловода? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У нас есть пивовар? О, есть? Да. Ага. Хорошо. Тогда займемся пивоварством. Ягоды в пресс для жидкостей. Так. У меня ягоды здесь сушатся. А, нет, уже все. Все, кажется, высохли. Ладно. Может быть... Да, есть немного ягод. Ягодный сок мы получаем. Можно его выпить или использовать в других этих самых. Так. Поместите пчелу в улей. Так. К вам будут попадаться пчелы. Если поместить пчелу в улей, она со временем соберет мед, который используется во многих кулинарных рецептах и для приготовления целебных мазей. Окей. Давайте посмотрим, что нам нужно для... Так. Веревка и... 150 с защитным покрытием. Это мы можем. Нам даже на несколько хватит, в принципе. Пять ульев можем сделать. Давайте пока тоже здесь поставим. Надо нам пять ульев. Ну, может быть. Может быть и не надо. Так. Одну пчеломатку. Я пропустил, что нам про поводу челоматки рассказывали. Кучу меда мы в любом случае тут получим. Ну, походу, пофиг мы кого помещаем тут, да? Потому что эти пчеломатки просто в мед превратятся. Как вот и первая пошла. То есть никакого... Да... Ну, ладно. Ладно. Это другая игра. Нам тогда вот эти ульи не нужны. Я думаю. Нам надо четыре кусочка меда сейчас для начала. Остальное уже... Когда там, да, будем... Ну, мы можем, в принципе, пока пойти дальше по пути пивовара. По большому-то счету. Почему нет? У нас время есть. Все равно идти качать сейчас далеко куда-то не хочется. У нас там будет десять минут еще. Ну, не знаю. Не хочется уже идти качать дальше бойцов сейчас. Хочется уже чистку. Так. Окей. Открываем. И пивоварение мы открыли. Бочка для брожения. Так. Осталось найти, куда я делал все эти самые. Они, наверное, тут в этом сундуке лежат. Я порядок еще тоже пока не наводил. Жду чистку. После чистки можно будет уже немного расслабиться. И хорошенько не на запись покопать. Так. Поставим вот это дело сюда. А, кстати, тут у меня немного компоста еще есть. Давайте мы его тоже закинем. Пусть себе алоэ это дурное растет. Так. Вино. Ой-ой-ой. Сколько там всего для вина надо. Кактусовое вино. Медовуха, пиво. Пустынное вино. Температуру. Дает защиту к жаре. Ага. В принципе, все дает капельку защиты от жары. Так. Ладно. Что там? Сделайте вино. Наверное, нам простое вино нужно именно сделать. Да. Да. Очищенная вода. Только не говорите, что лед нам нужен. Для того, чтобы воду очищенную делать. Ягоды мы можем пойти вот эти пособирать. Недостающие. Я насушил как раз их очень много. Тут они собираются в большом количестве. Горные ягоды эти. Нам может быть... Да. Чуть больше нужно будет. Пойдем сразу. Соберем. С запасом с небольшим. И сделаем напитков этих ягодного сока. Тут полянка есть чудесная, где можно растительное волокно собирать и... Несколько видов трав сразу. Тут хмель. Тут... Что там у нас было только что? Я пропустил. Слава Асуры. Не знаю, для чего нужна. Тут разрыхлитель есть. И здесь же есть ягоды. Горные ягоды вот эти, да. Сколько там ягод мы собрали? Шестьдесят. В принципе, нам хватит. Сколько там у нас? Ну и время еще есть, кстати. Капелька, но и есть. Жалко, конечно, что сок этот портится довольно быстро. Из пяти ягод мы делаем три сока. В принципе, нормально вполне. Так, ну с соком, да. А что дальше с этим? С очищенной водой делать? Толку там не от сока. Разрыхлитель тоже не проблема. Что это такое на самом деле? Как оно на английском звучит? Очищенная вода. Пойду погуглю. Без понятия. А, ну, с водой, в принципе, не все так плохо. Нам надо взять водную сферу и в костер ее кинуть. Нет? Наверное, не водную сферу просто, а склянку с водой. Это почти, почти. И как флягу набираем воду в эти склянки. Вот так вот. И теперь мы эту воду в плиту кладем. Так. Нам надо, наверное, сюда топливо закинуть какого-то. Давайте чуть веток возьмем, нам много не надо. Так, так. Нет, наверное, не так делается. А вот так вот делается. И вот она, очищенная вода. Хорошо. О-о-о-о-о-о-о. Мед в огромном... Мед портится. Понятно. Так. И у нас есть очищенная вода теперь. Отлично. Отлично. И можем теперь вино сделать. А пока вино делается, пойдем медвежат покормим. Посмотрим. Посмотрим. Может быть, вырастет что-то интересное. Кто-то писал в комментариях, что... Как раз медведи самые сильные животные. Я выпил бы сразу. Что уж там. Сварите медовуху. Так. Напитки наподобие медовухи дают дополнительные эффекты. Лучше утоляют жажду, лечат или даже вызывают более причудливые эффекты положительного свойства. Сварите медовуху в бочке для брожения. Нам как раз мед нужен, да? Очищенная вода сюда идет. Ягоды, блин. И вот эти вот все напитки ягодные, они просто испортятся. Их жалко. Надо в холодильник положить. У нас импровизированный. Но все же холодильник, типа. Пока мы ничего не готовим. В принципе, нормально. Так. Меда кусочек забрать. Похмелье теперь у нас. С пчеломатки мы, по-моему, больше меда получаем, да? По-моему, пять. Немного растительного волокна. Это мы можем. Давайте посмотрим, что там дальше. Медовуху. Напейтесь до пьяна. О-о-о. Ну, у нас есть, наверное, время. Давайте, что у нас тут подешевле? Везде вода нужна. Кактусовое вино. Наверное, вот этот вариант мне больше всего нравится. Давайте пивом напьемся. Просто потому, что хмель собирается достаточно неплохо здесь, рядышком совсем. Я не знаю, сколько нам нужно будет выпить, но, короче, пьем. Пьем. Сейчас. Медовуха не портится. Хоть это радует. Какие бонусы мы получаем, конечно же, никто нам не пишет. Сколько нам до пьяна нужно выпить, тоже непонятно. Ладно, подождем, пока все скрафтится, потом все выпьем залпом. И посмотрим, что с нами будет. Как тут дела? Шкала особо не двигается, да? Ну, она двигается там потихоньку. Мы получим целебную смесь. Лечит похмелье. Похмелье вроде у нас довольно быстро прошло. Может быть, в зависимости от того, насколько мы набухаемся, да? Тоже, ну, логично было бы. Но это такая игра, что тут не все логично. А, да, насчет призыва и вот этих вот коня и носорога, которых мы тут вызывали. Крафтили. Они сдохли. Буквально вот я попрощался, и они сдохли. Да. Увы. Мало того, что на них ресурсы нужно тратить, и у них нет инвентаря, и они, по большому счету, бесполезны, так они еще и... Насколько на 10-15 минут, я даже не знаю. Совсем-совсем быстро сдохли. Это печально. Настолько плохая реализация, кажется, бесполезная. Может быть, да, кто-то придумал, как их можно использовать, где и зачем. Но я что-то не вижу. Так, пьем. Хватит нам, может быть, пяти кружек? Может быть, не хватит. О, хватило, четко. Отлично. Так. Так, путешествие. Забираем награду, и очередное путешествие выполнено. Отлично. Отлично, отлично. Можем целебной смесью сразу... А, у нас... Это от похмелья, да. Надо сначала подождать. Да-да-да, потом... Снимем похмелье. Отравление алкоголем. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, похмелье прошло, все прошло, а вот отравление алкоголем доканывает меня, смотрите-ка. Я все уже... Силы в минус идут. Ого. Нам надо теперь какое-то противоядие. Не от похмелья, да? То я выпил. А именно от отравления алкоголем. Так-то мы коньки отбросим скоро. Если ничего не поменяется в нашей жизни. Блин. Заедать просто надо было, да? Надо было. А, ну, кстати, я вот поел и все прошло. Может быть, это так как-то и работает? Так, давайте включим, чтобы я не забыл, защитника времен чистки. Призовите защиту богов. И призвать воплощение. Во время чистки вызвать, если воплощение было бы прикольно. Так, где чистка вообще? Пора бы начинать. Ну, вот еще 20 частокола, да? Пойдем сейчас поставим. Наверное, с вот этой стороны. Сейчас посмотрим. С той стороны у меня вроде бы как практически везде два ряда стоит. Ну, почти. А тут только один ряд. Поэтому я, наверное, хочу укрепить в первую очередь вот эту сторону дальше. Р, если мы нажмем. Я, кажется, знаю, какой предмет ландшафта тут мешает. Так, как тебя убрать? Вот этот вот предмет ландшафта надо немного передвинуть. Котик не мешает, точно. Так. Тут второй ряд тоже есть. И нам наверняка пригодятся эти оба ряда. Тут, наверное, тоже мешает. Тут ближе я уже, да. Здесь строить нельзя, потому что это, типа, территория этой, получается, башенки. Давайте вот так вот еще поставим. Все. И четыре колышка нам останется на ту сторону. Еще даже перенести. Запросто-запросто. Хорошо. Ну, все. Больше мы, получается, ничего сделать полезного не можем в плане укреплений. По большому счету сейчас, потому что ресурсов больше ни на что особо не хватает. Тут в два ряда, да, до конца. И здесь два ряда тоже на добрую часть всей этой стенки такую. Ну, ладно, да, давайте поставим здесь. На всякий случай вдруг с этого края придут. Мало ли, вдруг они не по дорожке попрутся. Ну, что там? Еще чуть-чуточку. Блин, я бы, наверное, успел бы еще прокачать наших бойцов, как минимум те, которые двенадцатого двое до пятнадцатого. Запросто. Я тут какое-то время даже по АФК шил немного. Ну, ладно, уже не хочется. Уже хочется чистку дождаться. Так, шкала уже заполнилась. Чистка должна начаться уже, ну, я думаю, с минуты на минуту. Не обязательно прям сейчас, но вот уже. Ждем, ждем. Я пошел пока немного дерева порубить под базой под нашей. А то все дерево уже закончилось. И перестроил я верстак там этот скоростной на экономный теперь, потому что там уже дерево закончилось. Все, под ноль. Вот. Теперь будем экономить. Нам спешить теперь некуда. Ну, смотря, конечно, как чистка еще пройдет сейчас, да. Но это мы уже вот-вот скоро узнаем, я думаю. Группа ваннирских охотников исследует наши земли. Хорошо. Близится чистка. И... С охотниками могут быть животные тоже, кстати. Я, наверное, сейчас на вики посмотрю, будут там животные или нет. Хотя, в принципе, какая разница. Будут они там или не будут. Мы в любом случае даем, наверное, всем дубины, да. И будем оглушать, кого сможем. А если будут какие-то животные еще, то, может быть, попробуем. Ну, или там поменяем оружие как-то. Если получится во время боя. Или, ну, короче, будем там уже действовать по обстоятельствам. Так. И по пятерочке крафтим еще тысячу теперь потихоньку. Тут, наверное, оставшиеся шипы эти не будем использовать. Пусть лежат. Нам они, может быть, в дальнейшем понадобятся. Давайте сейчас разгрузимся. Тут у нас есть что-то есть. И тут еще что-то есть. Так, хорошо. И, значит, дубины берем. Не все они у нас улучшены еще. Но это со временем мы доведем до ума. Давайте сейчас еще выбросим вот это, чтобы нам не мешало. Вот так. Забираем у всех оружие ближнего боя. Даем. Давайте, наверное, дадим вот этому, вот эту поцелуйку. Себе я беру поцелуйку поломанную. Так. Да что ж такое? Почему, почему нельзя то оружие, которое в руках, заменить на то, что я хочу? Ну, что это такое? Где-то я веревку одну делал. Черт. Нам одной, в принципе, хватит, я думаю. Пошли остальным поменяем оружие всем. Лучнику. Лучник пусть стреляет. Я думаю. Так. С катаной мы не посмотрим на этого, да? Жалко даже. Жалко. Ну, может быть, может быть, еще посмотрим. И оружие. У них у всех еда есть у наших воинов. Я их загрузил самостоятельно, чтобы не ставить эти котлы с едой. Можно было, кстати, тут поставить как раз за дверьми буквально. Но я пока не заморачивался. Просто закинул им еды. Так. Как раз четко. У меня дубин ровно на наших бойцов. На всех. Ну, теперь ждем 6 минут. А там уже смотрим, откуда будет чистка идти. Ну и действуем по обстоятельствам, собственно. Ну, почти 30 секунд всего лишь осталось. Ждем. Посмотрим, наверное, на эту сторону сразу. Тут с обоих сторон спуски у нас. Поэтому, может быть, снизу будут идти. И мы сразу их не увидим. Я даже, наверное, на коня сяду сразу же, да? И я вот думал, может быть, уменьшат вот эти 10 минут время подготовки к чистке. Так тяжело ждать. Группа ванирских охотников атакует. Так, тут я пока никого не вижу. О, есть волки. Значит, давайте оставляем вот этого бойца нашего здесь, спереди. В режиме охранять. Да, выкинем его просто. Пусть тут работают. И возьмем... Сейчас будем перетаскивать бойцов отсюда, наверное, на ту сторону. Я очень надеюсь, что... Не придут. Так. Надеюсь, что не придут с этой стороны. Если с той стороны волна, типа, пошла, то уже, типа, все, надеюсь. Двоих 12 уровня я, наверное, здесь оставлю. Они опыт все равно не получают. Так как опыт, да, идет только тем рабам, которые к игроку привязаны. Так. Вот, конечно, с волками тут проблема. Даже я им вам почти не ношу, слушаю, что происходит, да? Что? Куда тут кто побежал? Что произошло? А, ну, ладно, я не против, я не против. Так. Тигра ушатали. О, вижу крафтер. Подбивщик. Я сразу крафтера тяну. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вот этого берем. Ну, они вроде волкам урон тоже наносят дубинами. По единичке, да? По единичке, нормально. Подбивщик. Рорик рыжий. Окей. Окей. И мы выполнили путешествие, что тоже меня радует. Так. Мы можем разделать быстренько наших животных. Лучник нам нортхейский... Нортхейский... Да, короче. Не нужен. Вон, можем котика еще тоже разделать нашего. Мы из них получаем тушки. А эти тушки мы можем... С этого мы тушку не получим, да. Тушки мы эти можем в выжималку закинуть. И получить с них кровь, кости. И что-то там еще. Пусть подавится. Так. Вот. А теперь реально, может быть, другая волна с другой стороны сейчас придет. И все заново. Но самое смешное, что... Никого здесь нет. Только вот пару мертвых тел и все. Ни одного оглушенного... Тела нет. Несмотря на то, что у всех оглушающие дубины. Ребята еще писали, что вот эта стальная дубина оглушает лучше, чем поцелуйка. Ой, там вон слоник мой еще. Идем. Слоника можем разделать. Он далеко убежал. Скелет слона. А, вон идут с этой стороны. Хорошо. Ну, ждем, ждем. Пусть подходят потихоньку, а я пойду. Скелет слона. Выжималку закину. Они вроде там где-то были только что. Конь где-то... Залез. Стоп, а... Стоп. Стоп. Они сзади спавнились? А, нет, кажется. Они просто где-то в сторонке. Застрял маленько. Уже из-за руба полным ходом идет, да? Лучник. Продолжение следует... Продолжение следует... Что за руба полным ходом? Ну-ка, по три урона наносят дубиной. Носорог какой-то живучий тут у нас. О, этот лучник без сознания. Но нам он не надо. Сейчас я по нему попаду как-нибудь. Так, мне ребята говорили, что их можно убить. А, может быть, да, у него здоровье просто. Да-да-да, нужно просто не одним ударом. Согласен, согласен. Так, ага, еще лучник. Собираю дальше силы. Но мы пока ждем, ждем. Это вторая волна. О, можно альтабнуться быстренько. Ой, слоник. Быстренько альтабнуться и посмотреть, сколько волн, в принципе, у них. Как вариант. Информация весьма интересная. А, стоп. Собирают силы, но таймер... А, вот все, таймер пошел. Да что ж, все как-то так странно. Так, сейчас быстренько посмотрю, сколько волн у них. Ну, не успел посмотреть. Ладно. Ждем. Только не говорите, что вы с той стороны. Я вот не знаю, могут ли, если чистка началась с одной стороны, может ли она где-то с другой стороны базы заспауниться. Но тут вроде да, все. Все норм. Они просто снизу немного идут сейчас. Куда? Что с носорогом не так-то? Неужели у него там какой-то пассивный режим стоит? Не может быть. А, это носорог у нас же ездовое животное. Тьфу-то, точно. Я все время забываю об этом. Так. Быстренько пойдем посмотрим. Какие-то три бомжа заспаунились. Ну, конечно, такое. Наши эти... Как они назывались? О, кстати, может быть, крафтер какой идет? Сектанты наши... Конечно, вообще несравнимы. О-о-о. Страж? Ты кто такой? Лот, говорящий с морозом. Тихо-тихо. Похоже на отсмотрщика, на самом деле. Они такие совсем голые. Есть все шансы, что это надсмотрщик. Ну, карказябра наша родину защищает. Правильно, молодец, молодец. А, это, наверное, священник. Ну, хорошо, тоже. Я не против. Хорошо. Хорошо. Всем пофиг тут вообще, да? Походу. Давайте мы для отвлечения внимания поставим носорога где-то здесь, снизу. И я, наверное, дам диктярнику Катану. Если сюда будут волки подходить какие-то, то он с ними разберется. А я буду ловить вместе с моим напарником. Тех, кто будет... Ну, нам интересные, да, элитные где-то там дальше. Будем их ловить. Не буду, наверное, слишком близко туда выходить. Там мало ли что там заспаунится сейчас. Подождем. Тут чуток осталось. Наверное, даже зелень кипить нам не пригодится. Нам можно кашки поесть. Кашка хорошая. Хорошо. Куча волков идет. Ну давай, диктярник. Зажигай. Ну, такой из него зажигатель, конечно. Не ахти. Второе тело просто исчезло, да? Походу. О, волк с черепком. Ух ты ж, елки-палки. Волк неприятный, конечно. Его... Диктярник его не бьет. Надо диктярнику поставить. Дальность атаки у него, наверное, низкая. Дальность атаки... 30 метров. Атаковать всех врагов? Алло? Алло? Атак? Не, не хочешь? Ты прикалываешься? Алло? Диктярник? А, не могу забрать. О, ну вот, подключился уже диктярник, наконец-то. Так, собирают силы дальше. Блин, мне кажется, надо... Надо давать им оружие нормальное. Этого вообще прожали так нехило. Это, типа, 30 минут прошло уже. И чистка закончилась? А, нет. Просто звук рога какой-то был. Неожиданный немного. Так, у этого дела хорошо. У этого дела не слишком хорошо. Я тоже, наверное, заберу у него поцелуйку. Я не знаю, дам ему... Топор пусть рубят уже. Так. Стоп, волк убил кого-то у нас тут, что ли? Кого-то не хватает, кажется. Здесь должен быть еще третий. Лиан 20 уровня. Должен быть еще Лиан 20 уровня где-то. Минус Лиан. В натуре. Причем 20 уровня Лиан... Умер. А где он умер-то? Блин, еще и ночь как-то вообще не в тему. Разве волк убил его? Черт, надо в записи пересмотреть будет. У нас орога там пинают уже. Не, все правильно. Два двадцатых у меня. Тут Лиан был... Более низкого уровня, который умер, да. Не докачанный до двадцатки. Хорошо идут так, да? Ровненько. Три волка, три лучника. Так, что ты паникуешь? Расскажи мне, что случилось. Ага, кто-то вон идет. Звералу флиса. Берем. Старко. 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 Авappa. Три. Три. То. Три. 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 Мне бы крафтеров бы каких-то Но, в принципе, лучницу может тоже интересно посмотреть будет Тем более она Нортхеймерская, может быть И боец из нее выйдет неплохой 700 здоровья, ну мало ли О, все, закончилось Мы полностью с чисткой с этой справились Я думал, она сзади спавнится Ну, то есть мы будем долго ее мусолить Ну, это какая-то просто супер-изи Наши эти последователи собика Культисты собика, да Просто смотрят на вот этих вот Ну, свысока, скажем так, да Но неплохо, неплохо У нас есть теперь какой-то бронник У нас есть священник какой-то И есть боец еще потенциальный Ну, или лучница на крайняк Будет интересно посмотреть на ее статы Ну, и это, да По сравнению с этими собиками Это какая-то фигня прям была Ну, хорошо Посмотрел я на Википедии По поводу этой чистки Да, все прям четенько по плану Пять волн у этих охотников И с последней волной, да Есть шанс на одного из вот таких вот Именных охотников И нам эта флиса попалась Я ее посмотрел тоже Какие у нее статы На 700 здоровье больше будет у нее Чем у Лиана базового именно, да Когда вот она завербуется Но множитель от силы Прибавки к урону от силы Будет на Где-то на 10% меньше Чем у Лиана То есть она будет меньше урона наносить Но более живучая будет Вот Но мы, наверное, с ней даже походим Флиса такая Может интересной Окажется Ну, и для разнообразия, да Разбавим армию Лианов Тоже хорошо Но давайте посмотрим Что у нас вообще По спутникам сейчас делается Слоны, тигры, да 20-20 15-го уровня Лиана мы потеряли Где его убили Мы, наверное, сейчас уже и не найдем А, вот его вещи Вот здесь его и убили Окей, окей Это хорошо Это Это уже полдела Но, блин Я пойду даже в записи сейчас посмотрю Как-то я не обратил внимания Как он помер, бедолага Жалко его, конечно Но у нас хотя бы остались Его шмотки Для этой дамочки Будут Да, прям перед глазами Лиан этот умер На волке На этом Да Он болючий был Весьма На самом деле Если бы у нас у всех было оружие Ближнего боя Ну, нормальное Боевое оружие А не Оглушающее То Тут урона бы, наверное Не получил бы никто Потому что все волки Умирали бы Очень быстро И даже тот элитный Тоже, мне кажется Сдулся бы Весьма быстро Потому что мы Когда поменяли Одному оружие На двуручник И когда в бой Этот дегтярник Подключился То там сразу Здоровье у этого волка Упало Моментально Практически Вот Но Под конец Когда у волка Уже оставалось Там Каких-то 100 здоровья Или что-то Около того Даже может Меньше Он Догрыз Одного из лианов И не выстоял Этот 15 уровня Малыш Да Я может быть Смотрел на этот самый На Второй монитор В это время Как там Запись у нас Работает или нет Поэтому Не заметил Да Ну С одной стороны Жалко конечно его А с другой стороны Ну Ладно Бывает Бывает Давайте мы Сейчас Быстренько Куда-нибудь Выгрузим Весь этот Хлам Например Все что Можно Разобрать Мы Разберем Сразу Вот здесь Краску Кстати А нет Краску Нельзя Разбирать Ну Мисочки Всякие Можно Так Пойдем Дадим Наверное Оружие Боевое Нашим Вот этим Вот Ребятам А ну Мы Сейчас Их Заберем Да В принципе Нам Это Не надо Этого Мы Оставляем Я Сейчас Делаю Себе Зелье Перекачиваемся Обратно Так 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 Перекачиваемся Обратно В двух Бойцов И Вот этих Двоих Лианов Двенадцатого Левела Пойдем Докачивать До двадцатого Сейчас В принципе Если бы Да Этот Пятнадцатого Был бы Двадцатого У него Было бы Немного Больше Шансов Выжить Уже Хотя Бо Так Давайте Я кстати Сюда Просто Все Сброшу Вот это Барахло Которое Нам Не надо Сейчас С собой А потом Тут порядок Наведу Уже Когда Вне Записи Там Как Нибудь Вот это Кстати Мяско Можно И Оставить Так И Сейчас Быстренько Кружочек По Боссам Пройдемся Ну Двух Крокодилов Как минимум Грохнем У нас Там Есть Еще Третий Крокодил Ну Вот Здесь Вот Здесь В приюте Царя Жреца Но Мне Не нравится К нему Идти Если Вдоль Воды Вот Так Вот Идти К Нему То Тут Придется Плыть Разве Что Где-то Подняться Попробовать Наверх А тут Я не знаю Есть Подъем Нормально Надо Будет Посмотреть В принципе Если Вот так Вот Обойти Может Будет Неплохо И Здесь У нас Еще Есть Тигр С Которым Можно Тоже Повозиться Тигр Конечно Такой Пожестче Чем Крокодилы Но Может быть Пойдет Посмотрим Сейчас У тигра Как минимум Там сундук Стоит На открытом Месте Можно Просто Пойти Сундук Этот Забрать Как Вариант Плюс В В В Саванне Есть Еще Слон И По-моему Тигр С Тремя Черепками Вот Не Не Помню Насчет Тигра Ну Можем Сейчас Кружочек Сделать Так Мы Командира Берем Мне больше Нравится Что в бою У них Дополнительное Хотя бы Мизерное Дополнительное Лечение Чтобы Было Так Пятерочку Сюда Пятерочку Сюда Ну Вот Это Вот Мой Стандартный Билд Сейчас В принципе Тут Я беру Вес Переносимый У нас Такой Да Более Если бы Это Полноценный Боевой Билд Был То Надо Было Брать Вот Это Но Тут Тоже Да Только Четвертый Удар Последний Завершающий Четвертый Или пятый Я уже Не помню Сколько В комбо На 20% Больше урона Носит Но Это Мне кажется Маловато А тут Тяжелые Доспехи Которые Мы Носим Будут На 25% Меньше Весить Мы Дольше Сможем Ходить Вот В этой Зеленой Зоне Больше Всякого Барахла Таскать С собой А у нас Что-то Реально Барахла Много Мы Возьмем Вообще Наверное Надо Просто Эти Дубины Выложить Для начала Уже Будет Хорошо Мы Возьмем Какое Оружие Давайте Посмотрим Да Световой Меч Джедаиса Это Вне записи Тоже Из сундука Выпал На Пасхалочка На Звездные Войны Возьмем Попробуем Это Двуручное Оружие Не буду Его пока Не точить Там Ничего Просто Возьмем Побалуемся И Где У нас Еще Двуручный Меч По-моему Вот этот Тоже У нас Да Двуручное Оружие Давайте Два Двуручных Меча Возьмем У нас Клинок Вот этот По-моему Похуже Хотя Нет Наоборот Да У него Урон Базовый Весьма Хорош Мы Наверное Меча Плота Не будем Брать От Джедаиса Возьмем И вот Этот Двуручник С большим Уроном Посмотрим Как Будут С двуручниками Наши Ребята Справляться Я Довольно Много Боссов Убил В связке С двумя Бойцами У одного Из них Был Топор Одноручный А у второго Был Была Булава Инерция Это Так Сейчас Посмотрим Как они Будут Справляться Вот с Таким Раскладом Но надо Пойти Булаву Выбросить Тоже Потому что Я хочу Чтобы у нас Зелененький Перегруз Был А не Желтый Чтобы Выносливость Быстрее Восстанавливалась И О Мы Стальной Колун Один Еще Лишний Подобрали Одиночное Одиночное Одноручное Оружие Мы Вот Это Можем Убрать Мечик Так Это На разбор И Вот Мы Уже В Зеленой Зоне И Кашу Можно Всю Повыкладывать Нам Она Не Нужна А Здесь Пригодится О Порядок Лечилки Ну Может Быть Тоже Столько Не Нужно Вот Так Оставим Десяточек Мы Готовы Мы Готовы Пошли Пошли Значит Сейчас Круг Подсчета По пустыне Сделаем По Крокодилам Пройдемся Тут Как обычно Все В эту Дыру Падают Поэтому Надо Просто Сразу Отойти И Все Появятся Через Ре Конь Ты Куда Конь Вернись Так Давайте Посмотрим Сколько У них Опыта Я Еще Так Чтобы Обратить Внимание Ну На Начале 12 Уровня Да 20 Тысяч Всего Лишь Окей Идем Выманиваем Двоих Вот этих Товарищей Выманиваем Вот этих Товарищей Выманиваем Вот того Еще Тоже Одного Что-то Он Не Выманился О Другое Дело Так Ну и Собираем Всех Тут В кучу И Помогаем Нашим Ребятам Всех Развалять Просто Бежим Вот так И Вваливаем Так Сразу Смотрим Ну 100 Тысяч Щепота Да По-моему Не дурно Если Есть Желание И Время То Можно И По Это Самое Полутать Как Вариант Но Мне Сейчас Не хочется Совсем Мы Сейчас Чисто По Боссам По Сундукам Пройдемся Тут Я их Зову Сразу За Собой Чтобы Они Не Агрелись На Ящерицу И На Крокодила Которые Там Тут Я в Дерево Врезался Непорядок Тут Надо На Зайчика Наехать Обязательно Промазал Так Ну И Отходим Ну Ждем Наших Балбесов Открою 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 У Меча Джудайса, да, есть свой какой-то эффект особый. Ну, не совсем световой меч, конечно, но... Меч довольно необычный. Уходим. А, кстати, да, сейчас у меня же с булавой-то никого нет, и надо, наверное, броню им ломать. Но, по-моему, всё равно в связке с этим одноручным топором и одноручной булавой дело шло, по-моему, побыстрее. Чем с двумя двуручниками. Меч Папирус. Двуручный меч не толще Папируса. Пять килограмм весит. Не этот пять килограмм весит. Двадцать четыре, шестьдесят один. Ну, на единичку урона больше и на единичку пробивания больше у Папирусного этого меча. Вот так вроде... А так вроде догадайся сам, да, какие там у него могут быть скрытые свойства. Ладно, погнали к... Ой, следующему крокодилу. Я сейчас всё это делаю без монтажа, да? Чтобы было понятно, что я тут куда и как делаю. Не могу взять за спину даже дубинку свою. Тут можно, да, потихоньку уголь копать. Он так довольно на большом расстоянии разбросан по маленьким кусочкам. То есть если очень надо, то можно копать. А так, конечно, тратить время на него не сильно хочется. Просто потому что... Ну, есть места, где он более кучно хотя бы немного лежит. У нас под базой, кстати, там есть... Два места, где можно там... Ну, не то чтобы много, но... Собрать чуток угля... Быстро и эффективно. Тут вот три кучки, в принципе, хотя бы есть. Это уже хорошо. Так, наши, по идее, должны телепортироваться, да? Хорошо. И здоровье отрегенили полностью. Отлично. Отлично. Пошли. Давайте теперь я буду броню сбивать ему. Мне кажется, что так будет дело получше идти. О, там крокодил с черепком пришел еще. Красиво. Куча опыта. Так, тут подружу им не надо лезть. Так, тут подружу им не надо лезть. Какого ты бьешь, крокодил? Что ты делаешь? Он хвост наконец-то поднять решил. Ладно, пойдем. Сундук откроем пока. Тальвар Амир Курума. Одноручный мечик. Вот такое. Да, елки-палки. Так, идем разделаем крокодилов и пойдем к следующему. Надо посмотреть, есть ли там подъем. О, тени цвета три штучки. Отлично. Вот здесь, наверное, можно подняться сразу, да? Как вариант. Ну да. Давайте посмотрим. Хотя вот тут вот, кажется, тоже можно подняться. Но это может, кажется... Не, можно-можно, отлично. Тут лучше. Меньше обходить придется. Пауканы. Кстати. Вот, зараза. Куда? Чего они все игнорируют паука? Я хотел посмотреть... Мне, ребята, писали, что у... Как она называлась? Да. У религии Зата, когда мы ритуальным оружием этим разделываем пауков, мы получаем сумки Зата. Ага. Тоже такая скрытая тема. Сумка из паучьего шелка. И... 80 Ихра мы получаем дополнительно. А, там интересно, Ихр только, или может что-то еще бывает в этих сумках. Но тоже такой момент забавный. Да, у нас паучья религия. И разделывая пауков, мы получаем сумки. Сумки. Так. Спускаемся сюда. Во, нормально, нормально. Можно не вплавь добираться к этому крокодилу. А вот дальше от крокодила... Блин, плыть придется. Поехали. А-а-а-а. Поехали. маленькие крокодильчики там бегали ой не в ту сторону я решил увернуться а так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ща, ща я запрыгну... Ща, ща, вот я запрыгну... Простые тигры нам неинтересны... Кстати, вон детеныш есть... Пойти забрать, может быть... Белый тигр вон там дальше... Мы можем его сагрить, пока я буду сундук открывать... Ау... Что-то не повелся... О, повелся, наконец-то... Ледышка... Лук, которому нипочем любая броня... 9% пробивания доспеха... Ммм... Нипочем любая броня... Что бы это могло значить? Так... Тигр бьет очень больно... Меня, во всяком случае... И... В отличии от крокодила... Он более такой подвижный... Ну, если вот не считать того, что он застрял... И моделька у него поменьше... И ему под норду попасть намного легче, чем крокодилу... Так... Не, я в принципе не против, что ты там стоишь... Это идеальный бой будет... А, или не будет... Так... Отойдем... В сторону, наверное... Вот так... И... Уда? я успела вернуться хорошо так хорошо идем еще одного тигра где-нибудь сейчас тут подстрелим в принципе можно попробовать слона или босса сейчас грохнуть еще посмотрим короче давайте мы с тиграми разберемся отлично отлично гиен тоже не сложно будет так это простой слон по моему слон который босс он кажется не со стопроцентным шансом спавниться здесь нашествие тигров прям какое-то носорог как будто бы какой-то тоже не совсем простой а он кстати слон босс который да я именно о нем у меня супер перегруз из-за тигров мы кажется не потянем вот если по здоровью того товарища смотреть да и по здоровью собственно слона то кажется что мы не потянем ладно лучше мы заранее свалим и у нас вот здесь еще тоже а лев тут по моему лев прямо не тигр да давайте сейчас а у меня тут подарки всякие лежат точно которые я не разложил по полочкам король лев у нас здесь и наши бойцы идут потихоньку один решил телепортироваться здоровья мало давайте полечим наверное вот таким способом дорогим но посмотрим как в принципе пару бутылок не жалко этот в принципе и так уже отрегенился ладно идем посмотрим насчет сундука здесь я не знаю я к этому еще я его издалека только видел а у него один черепок всего лишь но сундука здесь конечно тогда не будет никакого я только зря зелье потратил мне не нравится звук этого светового меча какой-то такой извращенный неприятный звук совсем не такой как у светового меча не за что зацепиться было никакого интересного лута у него нет к сожалению давайте мы попробуем его разделать ножом ножом а что там зелья естественного зелья возврата очков знаний ой блин ну да это это кажется плохо разработчики придумали что такой короткий срок жизни у этих зелий так хорошо давайте мы сейчас тогда гиен добьем для батл пасса тут где-то можно найти и мы возвращаемся в принципе к первому крокодилу тут еще по-моему по близости я больше ничего здесь не помню интересного мы еще не ходили туда в сторону ульев вот этих там вроде как королева должна быть их сколько нам гиен надо десяток что ли ау 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 где наши бойцы вот наши бойцы ау еще одна чёрт Изучено кемерийский танец Хорошо Недаром сюда пришли уже Не то чтобы мне этот танец там нужен Но Все равно приятно Блин Одна гиена О, есть контакт Хорошо Тут у нас нет какого нибудь журнальчика или еще чего нибудь Так, хорошо Это мы сделали Расчленить трупы Это если я не ошибаюсь Вот этим вот ножичком Ага Это тоже можно сделать в принципе легко Ну ладно Мы в принципе на этом серию будем заканчивать К Крокодилу Наверное рановато еще возвращаться Но мы можем проверить Вдруг Он уже отреспаунился Мы наверное вот так вот Как раз к нему выйдем Да, крокодил есть Но скорее всего сундука его нет Сундуки Дольше респаунятся Да, сундука пока нет Ну будет нам дополнительный ключик Я не против Иногда сундуки в мире там встречаются Вон бойцы наши на подходе Да хватит крутиться Суфот 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 Решил поплавать немного. Ох уж эта проклятая вода, да? Продолжение следует... Так, ключ есть. И теперь еще на обратном пути камнерогов этих грохнем и посмотрим, что там у нас по опыту получилось. Мы, в принципе, в начале 12 уровня сюда пришли. Посмотрим, сколько мы уровней подняли. И по времени это заняло у нас сколько? 20 минут, по-моему, да, уже? Надо будет тоже по времени примерно прикинуть. Ну, мы там немного отвлекались, конечно. Сейчас верхних двоих тоже заберу. М-м-м. 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 М-м. 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 тут валяется мертвый. Пришел за этими балбесами. Почти пятнадцатый уровень, да? Почти. Мы можем пойти сейчас дохлых гиен грохнуть немного, и будет как раз пятнадцатый уровень. Они здесь вокруг ямы. В принципе, в таком нормальном количестве. Их почти всех тоже можно за собой загреть. Вот, может быть, ту не будем. А вот этих можно. Так. Эти более жесткие гиены, конечно, чем те, которых мы били в пустыне. Куда-то побежал. Так. Эть, эть, эть. Эть, эть, эть. И мы на выход. Мы все. Пятнадцатый уровень. Они подняли. Давайте сразу сейчас добежим до дома. Нам с другой стороны, да? Вот с этой. Телепорт нужен... Почему там две... Два столба, я не могу понять. Добежим домой, посмотрим, сколько это все времени заняло, да? Сколько? Мы четырех... Четырех боссов грохнули. Три сундука открыли. В принципе, если по боссам... Если немного шире сделать круг, где-то найти еще какого-то босса, которого, ну, можно относительно просто убивать, то... Наверное, можно просто по кругу кататься и боссов убивать чисто. Сундуки, конечно, не пооткрывать, потому что они дольше респаунятся, но... Респаун первого крокодила прошел. У нас вот тут вот где-то угля. Кучка хорошая такая лежит более-менее. И под базой еще. Но железо тут, конечно, залежу красивое. Сейчас уже после чистки есть, да, немного возможность передохнуть. Да покопать. Не на запись. Хорошенько. Но хотелось бы еще, наверное, немного побегать и рабов поискать. Надеялся, что с чистки мы чуть больше сможем взять. Ну, чистка, конечно, какая-то супер-мега-скромная была такая. Так. Хорошо. Сколько по времени на все ушло? Ну, 33 минуты ушло. За это время, в принципе, я мог бы сделать три круга и открыть шесть сундуков чисто вот по вот этим двум боссам. Но мы, конечно, тут больше времени потратили, потому что я тут думал, пока куда нам обойти, пока тут с слоном повозились, пока еще к этому на камень хвостуна сюда залезли, к королю льву, да? Пока гиен тут попинали, но в принципе если все это пропустить, то может быть минут за 20, ну, за 25 мы бы справились и четверых боссов грохнули. я думаю, да. В принципе, наверное, неплохой вариант. И эти товарищи у нас все уже за 15-й. Ну, все, все, все. говорю, как будто бы их прям очень много. Оба два. Биба и Боба. Ну, окей. Я докачаю их до 20-го, я думаю. А потом уже посмотрим. Почему? Почему? Ну, вот, минус по проворству я согласен. Это, в принципе, хорошая тема. Пошла. Если не будет минуса к силе или к выдержке живучести на вот этой последней черте, то будет отличный боец в целом. Ну, мог быть тоже лучше. Мне все-таки нравится когда плюс 3 ко всем статам на первом, а на втором и на третьем я, кстати, не видел еще каких-то прям действительно хороших черт, которые прям мне очень понравились. По-моему, да. А вот у нас малыш еще. Ну, хорошо. В любом случае, да. Пока что на этом мы будем серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.